Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Сегодня у нас продолжение игры в Скайрим. Отыгрыш некроманта. Ну, некроманта со специфическим. На нежить я зря, кстати, использовал. Надо отталкивать, не нервите. Да, лучше всего некроманта специфического. Не сказать, что очень злобного, но... Ну-ну-ну, а вот Морозом по Бритонцу убить такой... Ай! Завелло больно. В общем, задача у нас исследовать гробницы Скайрима. Собрать коллекцию костей. Я не побить! То есть черепа, камни черные, особенно золотые. Всяких там негодяев, в этих там двух негодяев собрать. Или коллекцию костей собрать. И черных. Ганских, или я их черепа, с ним было вообще полное сварение власти ненавато. А также, мы используем активное оружие. Используем только прижимый черенок. И заклинания все, кроме школы изменения. Рыжу-шенки. В боевой войне мы не используем. Ну, да, тем интереснее. Раскачки у нас по-прежнему 40-й. Да, 40-й. Все вкладываем в здоровье. Зачем нам что-то еще? Мана нам не нужна. Просто скидки гигантские. Зачем? На применение заклинаний. Не стопроцентные. Не стал я в одну не в какую-то стойную уху, так сказать. И пароваться, можно сказать, и линьца. Во всех, так сказать, полеченья положено достаточно. Окей. Не-не-не, там-то не линька. Оглашение не пленарное работает. Все хорошо. Ну, так сказать, надо за 10-ти мальчику наложить. Маги Блитбома вот, и жаль, что у меня работает не уменьшение. Так-то они это упустили. Без ядов я чувствую мы тут спокойно пока обходимся. Ага, еще и пропачка идет. Ай. Вот это уже было неприятно. Это пошел фрис урон, да? Имперец? Или кто? Или это был шальмой? А, брат был. С гражданской не везаем, но вот такое прощает. Тоже не было. Плечь. Доблиться? Нет. Еще? Все? Нет? Нет, еще. Вот еще. Ну вот. Здесь вроде леды. Отлично. Кто у нас до 93 прокачалась одна ручка, да? Это хорошо. так, где мы находимся? Нам бы покой еще на все мы правильно идем по берегу. Направление в целом выдержано верно. И мы ждем повышения уровня зачем? Чтобы нам выдали квест на второй квест на Патемо. Непосредственно уничтожение ее духа. Это тоже интересно. В пещере вовщереп мы уже побывали, выполнили первую часть квеста, но осталось вторую. А потому что конкурентов некромантов мы тоже не терпим. Зачем? Скайриме должен быть только один некромант идеальный. И это мы остаться. Причем некромант не знает, что надо поднять армию нежити и уничтожить Скайрим. Нет. И даже захватывать ее надо. А вот получать все заказы связанные с покоением и прочим. это даже на мемберное существование. Дозор в нейтроне. Какие краски? Вот и упаковище идет. Это же надо нежить какая-то. Опять в гробницах распоясалась. Удачи. А это стоишь. А где у нас сприган? Внизу субксом. Ну ладно, внизу у нас неинтересно. У нас он вообще не интересует. А нет, какой унизу? Вот он. это было хорошо. Ну вы понимаете. Можно было пробить щит ядом, но зачем? так, смотрим, что у нас тут есть такого интересного в окрестностях гробницы. это где-то наверху явно противник. неинтересен. Инструменты для бальзамирования берем. Ну а как же? Может, какой-нибудь неизвестный инструмент найдем для себя. Мало ли. так, упакой еще. неинтересно. Такая нина. я правильно помню кошелек вижу подберем вот это было рискованно мог скрипт у него пройти нормально это выходит правильно да все правильно опыт что это не нужно так что еще есть интересного так что труп сейчас надо поднять до денег ищите тратим на уроке коллеги подъем упс ну ладно то никто его уже не поднял покой ли не что кончать тоже заслуга только нас никто за это не поблагодарит следовало бы защита наложено там а а а а а а а а нет а а а а а а а более нести использовать зачем давнем так начал вот не встал этот раз стал защиту на игроков красна леча пойдет так уровень это хорошо, это здоровье что у нас есть такого интересного красноречия мне неинтересна когдаство восстановление давайте наверное вот сюда маны плюс 25 еще добавим процентов регенерации маны очень даже поскольку у нас не 100% скидки то нам на то же время двоих трех так сказать, мазы не хватает поэтому лишним нам регенерации не станет исправить тем более можно на запас качать уже не будем, мы его и не качали в основном отчарованиях держится и все так у нас вообще никаких болезней нет ничего, да? не, все нормально ага, полушечка паучок это мы сейчас генерируем и отлечим так что у нас есть тут интерес это тоже по-своему важно череп отдай мисках ничего такого да и здесь ничего ну ладно уровень 100 испорченные книги нам не нужны что-то нет ничего подъявили цепь да не важно то есть интересного так всплывем вроде чего я вижу проход лучше но 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 а 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 Ой, не то, заклинаю, не встать, не внести, кто-то не выходит. Спокойно, отлично, помешало тоже в становлении. Броня, клинок и клятву. Встанешь? Встанет. Ага, подействовал, сейчас я куда-то должен побегать. Почему я не отпустил меня? Встанет. 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 когда я включу ладно ну пойдем в таком случае погоди я вижу там дверь закрыта зачарованно банитовый шлем прикольно но не нужно мы пойдем ниже спокойно а ловушка милитый камень душ так как-то так клинок интересно повис ну ладно и тогда эксперт взлом зачаточного состояния отмычка все на полно да подразучился я замки традиционного скорима скрывать что вы хотели по-другому вообще этого не надо делать имейте в интере отмычки по сути авто вскрытие вот и нежелательные последствия ну да ладно на самом деле каждая сломанная мучка это прокачка примерно как и замок уровня новичок дает сравнимое количество почти нащупал по паралич а вот паралич интересно против тех же мародер сколько она стоит так то у нас изменения что один определенную ставим на ненависть понятно что и думает что это будет но но давайте так как они непослушно это пошло но некромантов еще один а еще один давайте раз он маги нас атакует то физического урона у него немного как он показал бояться скрывать неохота я вижу что надо вниз что у нас имеется есть интересного а ничего давайте добьем драга покоили чисто так станет стал глядь ах так нам просто вы не знаешь нет а там что они что просто место так создать ранение драга так есть так есть мы куда дальше жаль драга к тому времени вы можете закончится наш сам он ну да ладно я дараку теперь повыбраться надо а вот нас сопровождает все где тут эта дверь так когать 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 у нас к снег полу рубиновый губить орел вулк вулк я имею ввиду орел на среднем кольце так обновляем заклинание потом он что-то будет податься но он щит не накладывался ох сейчас понесется да так пока он не подошел попробуем немного поднимать вовремя пришло и тут я словом согласен был король не важно как он правил хотя бы только попасть бахта нафига на что на него налезть так устроим битву нежитью так да блин почему я беспокойно забиваю жире парной атакой и обычно пассив вместо того чтобы потратить на более мощное надвода подождите давай ты не будешь суетиться барк я обучу спокойно этих товарищей а потом уже дальше пойдем по порядку романтия суеты не терпит а то превратишь нежить не подопечного так сказать или подобного самого себя вот опыт это будет ну для тебя это не будет вот так ну чё мы не кроват народ жадный барды народ нахальный так надо следить за тем чтобы все досталось ну что добыча осталось наше пока драться бы ему еще и сошлось он первую атаку окей тут подкачаю конечно оружие так еще парочку не пропадет только так ладно давайте-ка выберем еще одну дверь Следующий момент 6.6-9-10 8.5-10 Окей у нее есть где-то Чтобы шутить там А, блядь, я тебя поднять не могу, я всё умею. Ещё один упаковывался. А, у меня чёрная гильда, великим заполненном. Ай, всё, доиграться в лану. Ну, некуда мне её бить, хватит, нет, там индушку из обычной найдёт, да? Что-то нам пригодилось. Ключ, контроль, сейчас всё это хорошо, всё. Деньги, слово силы. Мастерский, кстати, не статус нужен ключ, у меня отделки. Соответственно, ключ, можно подкачать злобного. Так, пинги, полуценный, секира, но без надобности. Ага. А вот пшелёк возьмём. Так. В общем, Барт пришёл, разбудил всех метр лицов. Чего бы они злые будут? Уж понятно, я бы тоже, если меня так будили, злой был. Ну вот. Вылезаем из этого местечка. И пора бы нам досолить Юда. Что у нас с весом? 105 только занято весом. Всё отлично пока. Давайте по этой стороне острова пойдём. А с кем-то сражается спритом? Бомбит, что ли? Сам. У меня ходки нет свободного, да? Один, два, три, четыре. Вот у меня... Цепокая и ярость, зачем-то. Ну-ка, где четыре? Где паралич? Сканее! Ну-ка, её... Вот так. Так, ну, да, всё, не включён. Это куча живых пока. Ну, вот этого, как он. Давай вот, теперь можно, почему можно, подпечься. Ага, мой, ну, это нету. О-о! Ну, то есть мне сейчас может сказать, что отсутствие Мауза-Бахмана. Не так, не Мауза-Бахмана, низкий на вас подвинение. У меня броня еще спасает. Тут не паралично. Пленник еще, наверное. А, что делать? Нет, можно ядов послабее как-нибудь пкнуть. Вот эти пайлы расходовать. Нам же не важно, что он заблокировал удар. Пускай. Так. О, вполне себе получается. Убьет? А, да, убью. Того берега, кто-то работает. Я думаю, ему не хватит еще, придется добавить урона. Я покажу тебе настоящий бой. Мне не так не заблокировался, что блок всегда выводится из равновесия. Ух ты, как стрела. Красиво. Опа. Мародер это серьезно. С целью тренировки раздавим паралич. Ой. И одна ручку почнем. Поролить отменяется. Надо мучиться. Ух, еру. А если так попаешь? Да. Без ядов просто и одну ручку почнули изменения за счет паралича. Да, вполне хватает урона. Так, это кто же мне там умный такой? Ой, там кто-то по нему, Вася. Ну, и маги, я боюсь, куда? Уменьшу. Я тебе в голову. Слушай, ты только не уплывал, а? Кто-то ни был, спасибо, почему могу пополнять. Я тебя сделаю. Я тебя сделаю. Я не боюсь, там урон очень низкий относительно лука. Ну, лучше, по крайней мере. Так. А ты у нас олигарский воин-человек. Я, да, кстати, в паралетгарду будет тортово работать. Но есть паралич. А что есть у тебя в кармане? Деньги есть. Ага, но стрелы это явно от маронюра остались. Хорошо. Так, что у нас? У нас неплохо. Изменения, кстати, 76, не так и низко. А, простите. Так, дольше это хорошо. А, экспертского изменения не вложен. Просто еще нету перков. Тогда проливы будет в два раза дешевле, будет легче. Давайте-ка, заранее поставим. Вот так. Оф, ты тут сколько народу. Враждебного, разумеется. Самое опасное, что снижка, конечно. Ну, нет, нормально. Ну, внешне обязательно убивать всех-всех. Да, надо просто пройти. Я даже не пойду. Что-то он такой у меня, да? Вот этого товарища надо бы развалить, которому два шара. Да. Да. Ох, ты что, раза. Два лунных шара по соточке залепил. Залепим мы его. А почему он не вот этим? Ай. 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 Больно. У меня слабые яркие. Телегеров. И резает. Ай. Нет, не хватит. Вот теперь достаточно. Сколько я на тебя еле по тратил Пока? Ааа. Вон что он делал. Посох. Я думаю, что товарищ как-то ума не кончается. А все там проще и понятно. Еле я оттолкнул урон от однолетних. Как-то лень. Лень помогла. А вот это не нужно. Хватит, хватит. Надо пересарфоваться. Что нежить совсем распоясалась. Раз. Блево. Не-не-не. Толех. Это цель-кавычка, мы уничтожаем глюзалка. Не добил галка. Добиваем. Добиваем. Не добил-то. А, это за мной. Глава реза. Меня иначе-то лень оттенок не спас. А они этого не цели. Ну ладно. Раз. Второй клинок на копце. Ничтожество. Ничтожество. Хотя так себе ответить не получилось. Ладно, давайте. Обе порции яда по одному. Отпокусить желательно пока. А вот это было обидно. Только опт пропал. А, нет, нет, не все нормально. Когда ты умрешь. Так, так, да. Повышение здоровья хлебаем. Одна ручка хлебаем. Ну и ситуация неприятная. Паралент. Опа. Вот оно, что меня убило. Что кто... Ой. Что это нездоровье взлетело. Раз, два. Три, четыре. Его должно сложить это. Так. Ну, я добьюсь у Бога, поэтому и телял. Вот на такие случаи у меня яда паралича и лежат. Ведь мана у меня паралича пока не хватает. Ну, зато же участие, по-моему. Урона 300 перенес. Нормально. Вот, куда поделим то здоровье. 637. Считайте, как угодно. Потому что все, здоровье вложено. Прелесть. Так, ну и нам на север. Вот, даже на северо-восток. Чуть-чуть. Ой, еще некроманты. Да, развелось вас, как-то подпадал, коллеги. И нежить раз. А, у меня еще зелье действует. Вон, а тут нет только урона. Порт почистить. И ненадолго. Ну, ладно. Показали, это действует. Ну, оно и закончилось свое действие. Ну, и ладно. 35 мантии. Ради, я не заберем, заберем. Так. Ага, вот, куда стену. Пойдем. Ты кто? Адель. Здесь, 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 здесь. Адель. Большой камень был. Дальний, черный. Ну, ладно, это все-таки редкость. Да, да, да. Как ты где? Вот так, да. Все. Некроманты вроде все. А, нет. А, это новичок мог бы второй клинок-то ими прибывать. Ну, не посмотрел. Не посмотрел, кто там передо мной. Да. Бывает. Все. Сам форт у меня нет желания соваться. Сейчас зачем? А, вот это мародирует, похоже. Ой. Как вычислил, пролетела стрела без оперения, это могла бы только норская стрела, а норскими стрелами работает мародирует. Спереди без надевания. Так, вот это спячка. В воду попал. Так. Давайте еще и таких ядов по-быстрому добавим. Датяжного урона оставим. Еще бардин. А, ну вот, кто-то с ним спорит. Все, ему должно хватить. Им не хватит. Не хватило. А она говорит, хватит. Еще и голову ей прострелили. Класс. Ай, ну ты что, висишь? Поехали. Отвис, вроде, на этом моменте. Да. Хоть ману качай. Ну что-то там, а не что? Ну ладно, зато деливание. Не, не успеет. Она сейчас на колену наручнет. Не успеет. Даже, кстати, на колену упасть. Подбить на такого количества урона. Ой, ё. Откуда у вас столько? Подбить на колену. Подбить на колену. М-да. А-а-а. Что делать? Что делать? Да вот так, я. Хоть паралич стащик. Ну ведь сам пудо пошел. Лучше выпить. Пришло время на идеальные манги. Ну, дай бог убил бы. Ну и какой-нибудь. Да вот этот. По сути, у двоих одного ронда. У меня не было еще. Ну, уже нет. Это кто вставать? Наверное, та, которая я за клинами порадил. Порадил, да? Так, кто-то еще будет езжать долго. Да, заодно я деду просто урона здоровья как наименее эффективнее потратил. Потратил. Хватит, надеюсь, нет? Нет, не хватит. А давай-то потанкует империца. Ух, сколько ж мы тут. Одноручка всегда на балгуру. Я убью тебя. Ой, извиняюсь. Вот это уже нормально. Легионам нужны сильные и немелые войны. Сильные и немелые войны. Это такое себе. Так. Вот, 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 где лекарь? Ладно, подрались славно. Нет, ступить в имперский регион. Интересно, мы стараемся. Изменения. АБ-86. Ну ладно, в любом случае, по счету я качал. Остановление качает колдасу Ю-76. Одноручка. Н-93 был начальник серии. Н-95 уже. Хорошо. Вольный уровень, наобили, вам сказать. Славно подрались. Ну много-много радио в конец. И у меня не эксперт, надо вкладываться уже. Это фатимана регенерирует вот как-то. А ведь это под знак Матронаха, который замедляет регион. Так, арку уже видим, солить Ю-да. Стамин не хватает, но у меня зелия есть. У нас там индуки, и все-таки яды помогают. Яды вообще, великое поспорие. Когда-то я их применять толком не умел. Опять мародер. Подкачанность, подкачаем. Науки владения оружием. Почему скрид сорвался? Вот тут. Что мне понадобилось за 800, плюс с собой. Там всякое. Ну немного, немного. Я 10 тысяч только за уровень сдал. Между прошлой серией. На обучение. И то восстановление взял, который 60 там плюс навык. То есть не за 70. Там бы еще дороже было. Четыре, ну да ладно. С учетом того, что зелень, собственно, в отготовлении не торгует. То есть то, что нашел, то и продал. Иначе эта коммуника будет просто уничтожена ядрой. А это все-таки дисбаланс, я считаю. Денег дефицит. Ну да ладно. Что у нас и 104? Все нормально. По ядам что осталось? Хорошо. Так, уязвимости, кстати, есть. Вот эти бы и за расходовать. Три. Вот это важно. Вот это важно. Ну, это такое себе. Ну, это важно. Палач, палач, он не интересен. Коллеги. Так, ну и где этот товарищ? А, с возвращением. Как там поживает мое поручение? Мне удалось найти песню королевого вообще. Песень нашлась. Должен признать, я не верил, что она действительно там окажется. Ну-ка, ну-ка. О-о-о. Нет, нет, это никуда не годится. Копия неполная, и годы были к ней суровы. Некоторые части просто невозможно разобрать. А то, что еще можно прочитать, ну, скажем так, вардовское искусство проделало большой путь с тех древних времен. Что это значит? Это значит, что я не могу прочесть песнь при дворе. А без нее мне никогда не убедить Элисиф в важности праздника сожжения короля Олафа. Если ее не убедить в важности праздника, то она не отменит запрет на сожжение чучела. Это значит, что сожжение короля Олафа, которое коллегия бардов проводила с незапамятных времен, не состоится. А может, мы просто допишем песню? Допишем? Как-то это неправильно. Полагаю, я могу скопировать авторский стиль на основе того, что тебе удалось найти. Но я понятия не имею, о чем шла речь в утраченных фрагментах. Да ладно, справимся. Какой первый стих? О, Олаф, поработитель, предатель без глаза. Несущий смерть демон, драконоборец король. Легенда о тебе лишь ложь, страх и обман. Вероломный захват Нуминекса, обман, что пребудет в веках. Король Олаф, это же Олаф Одноглазый. Он известен тем, что поймал дракона Нуминекса и заточил его в драконьем пределе. Что бы нам сказать про то, как это было на самом деле? Олаф и Нуминекса договорились между собой, обдурили все. Хмм, Олаф стал королем, а Нуминекс после этого исчез. Очень похоже на правду. И двору эта версия наверняка понравится. Так и напишем. Так, что дальше? Олаф захватил власть угрозой и лестью. Поставил Фолкрит Винтерхолд остальных на колени. И лишь Солитьют остался верен Скайриму. Месть же Олафа была вдохновенно, молниеносно, чудовищно. Странно. Из истории нам известно, что Солитьют напал на Винтерхолд, а не наоборот. Однако, Эсгейр, похоже, утверждает, что Олаф как-то приложил к этому руку, чтобы нам сказать про то, что было на самом деле. Так, он спровоцировался, Летют напасть на Винтерхолд. Не самый интересный вариант, но зато самый вероятный. Я так и запишу. Это то, что тебе нужно? Здесь несколько последних строк, но именно их нам и нужно было добавить. Я немедленно отправлюсь ко двору и представлю песнь Ярлу. Тебе тоже стоит присутствовать. Ну, хорошо. Делег ли бы дали за это? Вот такая вот у нас некромантерская душинка. Вроде и творить мы умеем, и не чужды стать всяким созидателем, но как-то все о бревности, о деньгах. А как же, магии учиться дело не дешевое. Огонец мне ничего не хочет доставить. Или я часов, если подожду. Нет, я. Ну, я про то, что вернутся литьют и нужна консультация у фоука Огнеборога по поводу, что Патема еще не закончила своей пакости. Ну, ладно. Где? Надеюсь, при дворе эта песнь понравится. Мы готовы? Думаю, мой голос в нужном состоянии. Надеюсь, мы все сделали хорошо. Ну, пойдем. Полк. Да хранят тебя боги в битву, друг. Нет, не хочется. Здесь всегда рады отважным людям вроде тебя. Ага, спасибо. Так. А, Виармо, полагаю, ты хочешь похлопотать о праздновании сожжения короля Олафа. Вы правы, Ярмо. Я хочу представить всем песнь о короле Олафе из Эдды. Только сегодня ее обнаружили в гробнице Барда. Да, ты говорил, что сможешь убедить нас в целесообразности проведения праздника. Но я не ожидала, что найдется утраченная песня о короле Олафе. Продолжай. О, Олаф, поработитель, предатель без глаза. Несущий смерть демон, драконоборец король. Легенда о тебе лишь ложь, страх и обман. Вероломный захват Нуменекса. Обман, что пребудет в веках. Здесь не слышали криков и звона мечей. Не сражались вовек человек и дракон. Хитрый Олаф на сделку с драконом пошел. Отпустил Нуменекса, вступая на трон. Олаф захватил власть угрозой и лестью. Поставил Фолкрит Винтерхолд остальных на колени. И лишь Солитьют остался верен Скайриму. Месть же Олафа была вдохновенна, молниеносна, чудовищна. Олаф выслал с депешей гонца в Солитьют. Чтобы ярло насмешками вызвать на бой. В Винтерхолде он хвастал врага разгромить. Но на битву явиться забыл наш герой. Олаф лжец-изворотлив, умен и хитер. Но ему в Солитьюде готовят костер. Собираются барды на пир каждый год. Короля-проходимца сожжение ждет. Ты убедил меня, Ярл. Это действительно праздник для Солитьюда и честного непобеда над уже королем. Благодарю тебя, Ярл. Ну, не самая плохая песня, хотя, конечно, да. Более того, я думаю, что эта прекрасная песня, достойный повод для пожертвования. Коллеги получат неплохой взнос. Еще раз спасибо. Я позабочусь о том, чтобы поощрили нашего соискателя, который сыграл свою роль в обнаружении песни. Невероятно! Твоя услуга неоценима. Моей благодарности нет предела. Осталось совсем чуть-чуть. Процедура принятия в коллегию должна проводиться по всем правилам, и мы устроим ее прямо во время праздника. Поговори с Йорном. Он делал чучело короля Олафа. Скажи ему, чтобы возобновил работу. Праздник все-таки состоится. Прошу, со всеми вопросами обращай. Хорошо. К управителю. План, давайте на это мы закончим. В свечи серии мы будем вступать к коллегию Бардов. Может быть, дождемся и гонца получим. Активируем начало второго квеста. На Потему. Очень ухота схлестнуться нам с Некромантом. А на сегодня все. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. И до новых встреч! До новых встреч!